На этой неделе впервые за долгое время началось освобождение Львова от тонн мусора. Городским и областным властям наконец удалось договориться. Три полигона согласились принять отходы. Но, несмотря на послабление мусорной блокады, под Андреем Садовым ощутимо качнулось морское кресло. Градоначальник даже готовился к возможному аресту. За мусорно-политическими перипетиями всю неделю следила Галина Якушко. В начале недели мусор едва не поглотил весь город. Исторический Львов постепенно превращался в средневековый. Это комахи, это мухи, это грызуны. Мы все равно проводим заходы с диротизацией, но результат этого не даст, пока эти контейнеры и майданчики не будут промытыми. Из-за мусорных завалов и антисанитарии власти даже собирались отменить занятия в школах. Заговорили даже о чрезвычайном положении. Я уже своим родным всем визу срубил, мы будем поезжать вообще звезды, за кордон. Хочете ехать, да? Сейчас эта вся холера, она расповсюдится, разом с теплом расповсюдится инфекция. И с первыми же витрами разнесется по целому месту. Они даже в Европе такого не имеют. Лабиринты мусорных завалов загнали львовского мэра в тупик. Чтобы выбраться из него, Андрей Садовой был готов на отчаянный шаг. В духе сталкера предложил ввести львовские отходы в Чернобыль. И даже готов был спонсировать путешествия. Моя пропозиция очень простая. В Чернобыльской зоне сделать резервный полигон для страны, который должен быть на экстремальных случаях. Я готов это спофинансировать. Правда, уже в четверг от своих слов Андрей Садовой отказался. Мол, погорячился. Да и журналисты его не так поняли. Но чернобыльская идея львовского мэра уже пошла в народ. И вызвала волну возмущения. Сделайте всеукраинский полигон в Чернобыле. Вывозите туда смятя. А вывозите смятя в Польшу. А еще часть львовского смятя я вывожу на полигон орбитального смятя в космос. Но Львову таки протянули вполне земную руку помощи. Областная власть. Принять отходы согласились три полигона во Львовской области. Какие именно держат в строгом секрете. Боятся, чтобы на местах не начались народные антимусорные восстания. А что же сам город? Исчезли или нет баррикады с душком со львовских улиц? Почистить весь город от мусора за семь дней. Пообещали областные власти. Посмотрим, как идут дела с вывозом. С инспекцией направляемся в наиболее грязные львовские места. Улица Боберского. Процесс уже пошел. Мусор загрузили в огромные металлические контейнеры. Но убрать все пока не удалось. Отходов здесь очень много. А такой была улица Повитряна. Совпадение или нет, но в местах, где мы снимали, мусор начали вывозить. А вот в нескольких десятках метрах по всему району мусорники остались нетронутыми. Знаете, у нас, например, бля церкви трошки расчистили. Набагато меньше стало смятя. Но тут я еду, до околи ехали машиной, боже, смятя валом. Еще не видно такой взрушений. До Пасхи мы еще не готовы. Город от мусора потихоньку освобождают. В мэрии говорят, сейчас ведут переговоры еще шестью городами. Возможно, они согласятся принять отходы. Львову удалось вкотре послабить блокадный зашморг. Ослабить, но не снять. Ведь мусорные завалы нависли не только над городом, но и над политической карьерой Андрея Садового. Гуляй поле в зоне АТО створила политичная сила, которую мы считали демократичной, либеральной и реформаторской. Взяли и сделали. Нечесно, непорядно по отношению к краям. Может, вгодится в такой способ отволювать внимание от провалива собственного руководства, которое за два с половиной мерзких терминов не спромыгся. Он решит найгострейшего коммунального питания и буквально засыпал сметтям на этой неделе Морское кресло качнулось очень ощутимо. Садовый даже к аресту готовился, о чем заявил на опережение. Ведь генпрокурор сообщил, что по делу о пожаре в Грибовичах обвинения могут предъявить и городским высшим чиновникам. Четко передал месседж. Будешь себя плохо поводить, и мы тебя посадим. Вот и все. Я так это зрозумел. Я до этого готов. Удачи вам? Я? Нет, с договором, с адвокатами. Меня дивует наполегливость, с которой пан Садовый хочет встать в позу жертвы. На самом деле жертвами есть четыре загибших пожарников, а не пан Садовый. Но за все приходится ответить. Тем временем само судебное следствие по трагедии в Грибовичах идет с большим скрипом. По делу с Биронки собрать всех участников процесса никак не удается. Первое судебное заседание закончилось с нулевым результатом. Его отложили, чтобы не рассматривать в темную. Ой, если мощность включилась, включилась и камера. А вот слушание по делу Юрия Гольца, возможного виновника пожара в Грибовичах, как раз отыграли в темную. Заседание прошло на час раньше, без прессы и камер. Чтобы прекратить игры в судебные жмурки, дело по трагедии на Грибовицкой свалке могут передать в другую область. Тем временем сам Садовый готовится к судебному процессу. Уже против себя. Галина Якушко, Юрий Голубинка. Подробности недели. Телеканал Интер. Львов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова